Да, у нас по плану игровой день, два матча, это как бы один матч, один игровой день получается. Команды команды первой лиги, это очень крепкая, сбитая команда. Первая лига, она всегда такая вот, неуступчивая, и мы ребят настраивали, что просто не будет, хоть у нас тоже состав такой не сбитый, смешанный был. Ну и когда игра смешаный состав, тем более утром еще и в команде первой лиги, которая мотивирована, это очень организованная, игра непростая, в любом случае. Лоскутный футбол получился, были хорошие фрагменты, когда много территорий владели, хороший гол забили, после традиционной атаки правильно расставляли, правильно отскакивали в баскет-зону, так называемую, затпи на включились, то есть вот такие наигранные вещи, которые, не наигранные, а структурные, стильные. Мы много тренируем, ребята сами выберут решения, но они структурные. Вот поэтому здесь как бы позитив есть. Ну и были моменты, которые субъективно не понравились в некоторых ситуациях, но это же личностные издержки, индивидуальные. Больше издержки, потому что общекомандная, не в любом случае, шероховатость есть, потому что состав не сбитый. А индивидуальные моменты, которые нам лучше надо улучшать, и я как бы как сторонник того, чтобы не футболистов обвинять, а самому говоря о том, что раз у меня что-то футболиста не получается, моя задача его научить. Поэтому проблема есть, мы ее должны решать, тренировать вместе с футболистами и улучшать игровые качества индивидуального игрока или команды взаимодействия. Это такая боевая игра, деща один-один, нормальный футбол, учитывая, что мы все-таки уже под большими нагрузками находимся, немножко у нас такой сбор жесткий очень достаточно, я бы сказал так. Второй матч, честно, что команда ЦСКА, команда титульная, команда сильная, с хорошими исполнителями, даже классно, давила там мозжность и так далее. Обликов, ну, интересная команда сама по себе, она сыграна очень, она структурно играет в один футбол, не меняет ничего. Отличие от других команд, некоторых, где меняются и схемы игры, составы, то здесь стабильность, как бы, мы знаем команду хорошо. Вот, тоже такая игра получилась фрагментами, что-то получалось, мы начали немножко неуверенно, потом пришли из себя быстро, вот, и перехватили инициативу, несколько голых ударов было, хороший прессинг был, были ситуации, когда вот остался один ход перед голом, а Геннипас неточный, Глюар неточный. Это, кстати, опережу события, какая-то системная проблема, от которой надо глобально работать, и мне, и футболистам, в том числе. Так что у нас вроде много возможностей для того, чтобы взять те ворот, нужно вот перспективных атак, я слово подхода не люблю, а люди говорят, или острый момент, или нет момента, она также перспективная есть. Но они были, а вот именно удара точного створа ворот, ну, это системно уже не хватает, системно. Поэтому будем искать ресурсы, будем искать, возможно, какие-то изменения в составе, варианты различные, чтобы мы были более разнообразными. Потому что, как мы наступаем, сейчас получается на одни-те же грамли. У нас много территорий завоевываем, а штрафной площади удара точно нет. Это проблема. Второй тайм был, в принципе, похожим. Хотя была проблема в первом таймбе, мы немножко не разобрались. Мы в позиции правого блока обороны, защитника инсайда, и в нас все время включался игрок, и тут пошли несколько обеда подряд, 2-3-4 обеда, где Саша хорошо сыграл, выручил команду. Они когда были четко проигранные позиции эти, и первый был указан, ставить более надежно играть. Мы получили какой-то гол, немножко курьезный чуть-чуть. То есть, казалось, что мяч уходящий, уже ушел. Как-то игроку смело обратно вернуть, и сами себе от мастерного залетел мяч. Но это не сейчас случайно, в то же время надо быть до конца, держать концентрацию, внимание, эпизоды игры обороны, в частом числе и атаки. Поэтому здесь, затем в дальнейшем, как-то все-таки завелись, наладили игру, вышла хорошо Акбаша, вышел неплохо Моно и Лука, Богателли, и как-то так стал не разнообразнее играть. И три момента было, четыре, прям железные буквально, где мяч должен залетать, но опять не на раствор ворот. Вот это, конечно, парадоксальная ситуация. В то же время она тревожит, и нужно, конечно, за оставшееся время 20 дней, начаться на 20, там, 26-27 дней, условно, и привести порядок. Будем, конечно, шлифовать те вещи, реализацию, удары. И так много на них работаем, но пока вот как-то не идет. Хотя забивали вроде по два гола, но эти голы, ну, пенальти, там где-то какой-то там момент, а вот именно те моменты игровые, вот именно такой, когда это разыграли. В первой игре сегодня хорошо гол забили, на самом деле. Акбаша хорошо лиц завал. Сегодня Абаша вышел один на один, не опал створ ворот, казалось, там пустой угол уже, но не опал. Ну, отыграл все-таки временной отрезок и утром еще. Ясно, что ему непросто. Поэтому, как бы так, исходим из позиции все позитиво. Ну, и бурых, нормальный боевой футбол, со сдержкой определенными, с проблемами определенными, с хорошими моментами, с негативными некоторыми моментами. Работа работает, идет как бы так. Продолжение следует...